А где ж твой дом? Уже недалеко, в Янковке. Это же за горой? Ага, в долине. Садочки там над озером, а в садочках груши растут, а на грушах вот такие груши. Ну, такие. Музыкальная комедия «Свадьба» в Малиновке настоящий народный хит. Создание киношедевра не обошлось без трудностей и забавных моментов. Как создавался легендарный фильм, действие по задумке создателей происходит неподалеку от Киева и Полтавы. Съемочный процесс планировали проводить в павильоне на киностудии имени Довженко. Но тут вмешалось руководство и постановило, что снимать комедийное кино перед годовщиной революции нехорошо. Съемки перенесли на Ленфильм, актеров для киноленты подобрали довольно быстро. Загвоздка вышла с артистом на героя Яшку. Ассистентка режиссера хотела продвинуть своего кандидата, а не Михаила Пуговкина. Режиссеру она говорила, что актера нет в городе и он не отвечает на звонки. Тогда кинематографист решил сам связаться с актером и с удивлением узнал, что Пуговкин никуда не уезжал. Малиновка не выдуманный населенный пункт, а вполне реальный. И часть сцен снимали именно там. Также съемочный процесс вели в поселках Пески, Хорошки, Маковце и на киностудии. Жители населенных пунктов стали частью массовки. И за смену могли заработать 50 копеек. А если человек умел хорошо танцевать, петь или захватил с собой на съемке реквизит, например домашний скот, то за съемочный день можно было заработать целых 3 рубля. Примечательно, что в 2013 году в селе Малиновка, Харьковская область, открыли памятник Папандопула. Казалось бы в свадьбе в Малиновке нет опасных трюков, но без каскадеров все-таки не обошлось. Но задача была очень комическая, нужно было прокатиться в телеге по деревенской местности. Однако Валентина Лысенко, которая играла Еринку, наотрез отказалась выполнять эту, казалось бы, простую задачу. Спасибо каскадеру, который выручил. На съемочной площадке нашлось место и для настоящей любви. Один из сельских жителей обратил внимание на женщину, которая работала водителем режиссера. За любимый он отправился в Ленинград, где и остался. Также встретила свою любовь во время создания фильма актриса Людмила Алфимова, которая сыграла Соню. У нее завязались отношения с председателем колхоза, 29 апреля 1967 года картина была показана впервые. За год проката фильм посмотрели более 75 миллионов зрителей.